Привет, это Headtrip. Я и Мика являются, пожалуй, лучшим персонажем для нанесения урона из кармана, а ее билды блещут разнообразием и способны подарить самые лучшие эмоции при небольших вложениях. Сегодня я расскажу тебе о том, как собрать лучший набор артефактов для персонажа, какое оружие лучше всего подойдет герою, а также какие таланты и в какой последовательности качать. Простые атаки представлены серией из трех хлестких электроударов. Заряженная атака создает стену из молний перед персонажем. В элементальном навыке скрыт весь потенциал и колоссальная сила персонажа. С его помощью мы расставляем на поле боя тотемы, которые объединяются друг с другом и начинают наносить электроурон ближайшим целям, в зависимости от уровня тотемов. Важно отметить, что расставлять их нужно треугольником, для получения максимального уровня объединения и нанесения колоссального урона. С помощью ульты мы создаем мощный электроудар по площади. Также после активации ульты уничтожаются тотемы и создается по одному дополнительному электроудару за каждый тотем. Каждый уничтоженный тотем сбрасывает перезарядку одного заряда способности. Божественная тень святилища. Это первая пассивная способность, благодаря которой каждый уничтоженный ультой тотем сбрасывает перезарядку одного заряда способности. Просветленное благословение. Это вторая пассивная способность, которая увеличивает урон тотемов на 0,15% за каждую единицу мастерства стихии Я и Мика. Медитация Яка. Это приятная пассивная способность, благодаря которой при создании материалов повышения талантов есть 25% шанс получить другой дополнительный материал того же региона и той же редкости, как и у сходных. Порядок развития навыков предельно прост. Мы развиваем способности ультуры равномерно вплоть до 6 уровня, после чего акцент делаем на элементальный навык. Простые атаки можно прокачивать по желанию. Пришло время подобрать для Я и Мика достойное оружие. Истина Кагура. Лучший выбор для персонажа. Оружие дает нам шикарную прибавку крит урона, а способность увеличивает урон элементального навыка. Небесный Атлас. Шикарное оружие, дающее нам силу атаки и обладающее огромной базой. Также увеличивает наш элементальный урон на 12% своей способностью. Память о пыли. Довольно хороший катализатор, если вы будете играть по защите щита и использовать простые атаки. Сновидение Тысячи Ночей. Безумно сильное оружие, увеличивающее наш показатель мастерства стихии, способное усилить столь нужный нам элементальный урон. Молитва Святым Ветрам. Пожалуй, самая спорная среди пяти звезд. Оно обладает хорошей базой и дает нам шанс критического попадания, но способностью воспользоваться мы не сможем из-за того, что Мика выходит на поле боя лишь для того, чтобы расставить тотемы и активировать ульту. В категории на 4 звезды стоит упомянуть лишь самые полезные катализаторы. Песень Странника. Пожалуй, лучший выбор в категории на 4 звезды. Эта книга способна случайным образом дать нам один из трех бафов, каждый из которых будет нам безумно полезен. И к тому же дает нам огромный бонус критического урона. Плод Воспоминаний. Отличное новое крафтовое оружие, которое способно дать нам как восстановление энергии, так и мастерство стихий. Отличное решение, если катализатор есть в наличии. Солнечная Жемчужина. Также отличный вариант, способный дать нам шанс критического попадания и усилить нашу способность. Истории Додока. Довольно неплохая книга, дающая нам силу атаки. Кольцо Хокусин. Весьма неплохое крафтовое решение, если вы собираетесь играть в группе с электрореакциями. Также дает нам приятный бонус восстановления энергии. Око Клятвы. Пожалуй, лучшее бесплатное решение. Оно дает нам приятный бонус силы атаки и шикарно увеличивает восстановление энергии после использования элементального навыка. Морской Атлас. Еще одно крафтовое решение, которое даст нам бонус мастерства стихии и способно дать еще и бонус элементального урона. Хоть книга и не идеально смотрится на персонажа, использовать ее все же можно. Приступим же к разбору созвездий. Первое созвездие. За каждый удар молнии ульты Мика восстановит в себе 8 единиц энергии. Благодаря второму созвездию тотемы будут создаваться уже второго уровня, а максимальный уровень увеличен до четвертого. Также увеличивает радиус поражения тотемов на 60%. Третье созвездие дает нам 3 добавочных уровня к элементальному навыку. Четвертое созвездие. После того, как тотем попал по врагу молнии, увеличивает электроурон всех персонажей поблизости на 20% на 5 секунд. Пятое созвездие дает нам 3 добавочных уровня к ульте. Шестое созвездие является невероятно сильным, ведь теперь каждый удар молнии и тотемов игнорирует 60% защиты врагов. Теперь можно говорить о наборах артефактов и параметрах, которые мы будем в них искать. В кубке нам всегда нужен бонус электроурона, часы ищем на силу атаки, а в шапке ловим крит шанс или крит урон в зависимости от того, что нам нужнее. Лучшим выбором для персонажа на данный момент я считаю две части гладиатора и две части воспоминаний Шеменевы, так как они просты в получении и дают наиболее стабильный бонус, заметно усиливающий персонажа. Также можно рассмотреть две части гладиатора и две части громогласного рева ярости, как вариант для усиления электроурона и стабильную прибавку силы атаки. В принципе это тоже отличное решение, которое можно смело использовать. Полный комплект громогласного рева ярости или усмиряющего гром стоят особняком. Их довольно трудно добыть и они не дают каких-то особенных преимуществ, но если у вас есть один из этих комплектов с идеальными статами, вы смело можете использовать их для персонажа. В построении групп все просто. Мы можем играть как в тайзер, так и в моноэлементальных группах. Также мы станем отличными напарниками для практически любой группы, нуждающейся в дополнительном уроне. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь этот гайд оказался для вас полезным и помог в понимании персонажа. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok